Следующий этап это изображение тех же самых яблок, но уже акварелью. Как вы видите, мне пришлось включить для этого электрический свет. Вы, пожалуйста, все-таки по возможности делайте это днем при дневном свете. Но у меня, к сожалению, уже нет такой возможности, нет других вариантов. Попробуем максимально это сделать приближенно к реальности, к дневному свету. Для этой работы вам понадобится акварель, побольше воды, я взяла вот такую баночку, большая кисточка. Это пони, белка, мягкая, но не синтетика и ни в коем случае не щетина. И тоненькая кисточка тоже самая по материальности, но уже тонкая. Мягкий карандаш и клячка. Можно стерка, если клячки нет. Как вы видите, я прикрепила лист бумаги. Лист у меня плотный, акварельный. Если у вас нет акварельной бумаги, можно взять обычную бумагу. Главное, чтобы она была хорошо закреплена. У меня скотч. Вы тоже, пожалуйста, прикрепите, чтобы не топоршился лист бумаги от воды. И хорошо был зафиксирован. Тонкая рамка. Сильно не приклеивайте скотч. Начинаем мы также с легкого наброска. Не давим на карандаш. Намечаем стол. Из предыдущего видео вы уже знаете, как рисовать, изображать яблоки. Знаете, где переломный момент, как их изображать правильно. Постараюсь вам рассказать это побыстрее. Не так, как с рисунком. Рисунок все же сложнее, чем живопись. Набросок мы уже сделали с вами. Берем клячку и немножечко облегчаем наш рисунок. Почему я беру клячку? Потому что она не так сильно царапает бумагу, чем обычная стерка. Немножко легче сделали. Для того, чтобы из-под акварели у нас сильно не был виден карандаш. Чтобы он у нас ушел под слой краски. Вы берете большую кисточку и покрываете весь полностью лист водой. Покрыли водой. Все. Тоже сильно много воды не нужно. Главное, чтобы у вас был влажный лист бумаги. Так как у нас в целом наша постановка теплая, под цветовой гаммой, мы берем охру. Светло-коричневый, то есть у вас в красках. Можно чуть-чуть желтенького добавить. И покрываем полностью весь лист охрой. Дальше я расскажу, почему мы так сделали. Полностью весь у вас должен быть легкая такая подкладка охрой. Не бойтесь поярче брать цвета, потому что при высыхании акварель становится светлее на 2-3 тона. Тональность становится намного светлее. Покрыли. И тут же по-мокрому мы смотрим, что вот это яблоко у нас более красное. Мы берем красный цвет. Так, и в него добавляем чуть-чуть совсем, можно фиолетового, можно даже черный взять, можно коричневый. Но, опять же, чуть-чуть совсем, совсем капельку. И погуще. Погуще берем краску. Потому что при высыхании она у нас будет светлой. И покрываем там, где у нас будет тень. Почему нужно использовать акварельную бумагу? Она у вас шершавая. И она частички краски держит. То есть она не дает потечь. Так же на этом яблоке. Но оно не такое уже красное. Не такое яркое, как это. Тут же я усиливаю эффект. Как вы видите, оно уже начинает потихоньку высветляться. Главное это делать быстро, пока у вас не высох лист. Дальше мы берем оранжевый или желтый можно. Чуть-чуть у него красного, чтобы уже был другой поярче оттенок. Оставляем вот это место. Это у нас будет блик. Честно говоря, я очень давно не писала акварелью. Волнуюсь. Вдруг у меня тоже не получится. Мы будем верить, что у нас все получится. Мы сможем. И мы молодцы. Не забываем про темные места. Так же мы уже можем ввести тень. Для тени я взяла уже коричневый оттенок. Немножечко с красным. Оно все красиво растекается. Кончиком кисточки я так же как будто бы штрихую. Берем зеленый цвет. Нужно немножко желтого, чтобы было поярче. И сразу капаю в те места, где этот оттенок присутствует. На этом этапе нужно прям взять еще раз желтую краску. И прям такие яркие поставить точки. Далее. 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 Опять тень. Тень уже холодная. Если вся полностью у нас постановка более теплая, то тень имеет холодный оттенок. Поэтому в эту тень уже добавляем синий-коричневый оттенок. Не везде, а только у основания тени, где стоит само яблоко. Потому что это место более темное. Коричнево-синий оттенок. При высыхании это высветлится, даже если кажется, что оно прям темное-темное. Пока еще у меня лист влажный. Я могу еще работать. Нужно это, опять же повторюсь, делать быстро, смело и не бояться. Это место. Я взяла тоже зеленый. Зеленый с красным. Получается такой оттенок серо-коричневый, чуть-чуть зеленцой. Мне такой и нужен. Тень начинает постепенно высветляться. А нам нужно ее еще раз усилить. Я опять беру красно-коричневый, капельку синего. Получается такой бордово-фиолетовый оттенок. Этот же оттенок можно применить у этого хвостика. Поехали. Поехали. Видите? Она высветляется. Поэтому каждый раз нужно еще по теням смотреть. Может быть, нужно усилить. если вы увидели, что тень вот здесь более жесткая, получилась более такой контур, я смочила просто водой кисточку и еще раз прошлась просто водой. Объединяем тень. Рефлекс. Не забываем. Он здесь в живописи тоже будет. Здесь тень от вот этого яблока. Теперь, когда здесь уже подсохла у нас, мы берем светло-зеленый и показываем тень, что там она у нас есть. Я еще беру желтый, оранжевый и еще раз прохожу по этому месту. Можно опять же капнуть туда зеленого. Здесь более красное место. Как будто бы штрих. красиво наSee? Очень хорошо. В семье. Очень интересно. Так же реально. Вữa я сегодня tumors. вот уже яблочки становятся более реалистичные и нам остается поработать с серединкой здесь уже место высохло я взяла темно-коричневый чуть-чуть красного подчеркиваю это место здесь теперь я взяла более светлый такой голубой и прохожу еще по тени чтобы она была плавная красивая тень как реальной настоящей жизни опять же я делаю это мокрой кисточкой теперь нам осталось подождать когда она все полностью высохнет теперь когда работа полностью просохла мы берем голубой именно голубой если мы возьмем ярко синий у нас не получится такого эффекта реалистичности поэтому берем синий с водой до голубого чтобы он получился и смотрим там где у нас тень нам нужно полностью проложить такой оттенок делаю это здесь создается эффект тени легкой тонкой полупрозрачной такая нам нужна тень и точно так же здесь видите я взяла густо и вот что получается поэтому лучше всего делаем это осторожно все можно смыть водой просто чистой кисточкой без краски пройтись водичкой и все смоется и уйдет лишнее то что вам не нужно ну вот тень уже появилась осталось подождать когда яблочко просохнет и убедиться что больше ничего добавлять не нужно можно поярче сделать и точно так же на втором яблоке немножечко берем краску и проходим такой тенью и здесь нужно опять же подсмыть чтобы был не такой четкий контур нужно здесь усилить красным и Продолжение следует... Также высохла здесь. Можем чуть-чуть. Ну вот, наш легкий этюд акварелью завершен. Осталось дождаться, когда высохнет, и посмотреть еще раз. Может быть, что-то нужно добавить. Но я думаю, что в данном случае добавлять ничего уже не нужно. Объем есть, тень есть, свет тоже есть. Этого вполне достаточно. Спасибо большое за просмотр. Пробуйте, все у вас получится. Главное это делать поэтапно. Поменьше воды, но и в то же время, чтобы кисточка не была сухой. Учитывайте все правила, которые я вам говорила, рассказывала, как что делать. Всем удачи! Спасибо!